Друзья, у нас традиционно очень многие следят за курсом доллара, но этот курс сейчас, во-первых, на бирже он очень сильно падает, но является ли он реальным и какой курс реальным курс доллара будет на самом деле. Сегодня я постараюсь об этом и я постараюсь сегодня дать максимальную пользу многим людям, потому что я хочу помочь им совершить какие-то правильные действия, если вы хотите оперировать с долларами. Всего одно легкое движение. И тебе доступен YouTube, Instagram, Facebook и прочее в полном объеме, без всяких ограничений, потому что ты формально в США. Размести значок VPN на главном экране и сделай за правило входить в интернет через VPN. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий, но в последнее время, вы знаете, происходят совершенно немыслимые события в связи с Украиной и все это действительно влияет на курс рубля к доллару или доллара к рублю и очень сильно при этом. И были предпосылки того, что все начинали бегать, скупать доллары и так далее, и так далее. И люди скупали доллары буквально там по 118-120 рублей. Это был пик покупок доллара на самом деле по объемам. А потом Набиулина предприняла какие-то жесткие меры, соответственно, повышение ставки и так далее, и так далее. И доллар начал падать к рублю, то есть рубль начал расти. И сейчас, так сказать, он сначала упал до тех, ну, до военных, скажем, значений, а потом стал падать ниже. И многие думают, блин, чем мы наделали, во-первых, во-вторых, значит, какая-то безнадега и так далее. Но сегодня я хочу обсудить с вами, насколько вот этот вот курс, он реальный и насколько он отражает действительность. Итак, смотрите, самый низкий курс на самом деле на бирже. А если мы посмотрим, то есть на бирже вы можете купить доллары дешево, но для чего? Вывезти с биржи вы можете? На самом деле можете в некоторых случаях. Пока нет. Вот, поэтому, в общем, сказать, от этого курса, в общем, ни холодно, ни жарко, он так себе. В общем, для чего он используется, сейчас я расскажу немножечко в конце. А сейчас я немножечко о практике. Смотрите, если у вас есть наличные доллары, А таких людей достаточно много, которые, ну, чуть что, хранили деньги в долларах, причем в наличных. Так вот, эти люди, сейчас многие из них сталкиваются с проблемами финансовыми. И, например, надо, ну, денег не хватает, а они нужны на что-то. И что делать с этими долларами? И люди идут куда? В банк для того, чтобы обменять доллары на рубли. Что они получат? Посмотрите, как интересно. Вот сейчас вы видите, значит, я зашел на банкиру, портал, и, значит, там сводная табличка какая-то по курсам. Курс CB, то есть биржевой курс, 63.78. Теперь смотрите, лучшие курсы в банках Москвы. То есть в банк вы несете доллары, и банк у вас купит доллары по 72 рубля. Теперь дальше смотрим. Обменные пункты и официальные курсы банков. Разница здесь небольшая, смотрите. Банки покупают доллары по 72 рубля, по 71 рублю, по 70 рублей и так далее. То есть банки покупают наличные доллары значительно дороже, чем биржевой курс. Причем буквально вот на 7-8 рублей. Смотрите, какая разница. Теперь курс продажи какой, а его нет. То есть банки не продают наличные доллары. То есть в принципе есть формальные записи о продаже долларов 81, 77, 78, но в принципе доллары не продаются. Вот давайте посмотрим на обменные пункты. Это текущий момент сегодня, 14 мая. Время обновления. Смотрите, 81 продажа, 81, 78 и так далее. Но если вы будете обзванивать эти пункты обмена, вы не купите. То есть реально вы доллары, если хотите, кто хочет купить доллары, может купить по 80 рублей, но не купят. Понимаете? А те, кто хочет продать, они могут продать по 70 и так далее в обменных пунктах. Какой смысл? Смотрите. То есть есть люди, у которых есть доллары, и у которых не хватает денег, вот по зарез нужны деньги. Они просто вынуждены продавать эти доллары. С другой стороны, есть люди, которые хотят купить эти доллары. Итак, сейчас другая ситуация. То есть если вы хотите продать доллары, у вас, значит, вот он курс, курс покупки в банках. Но идея какая? Найдите людей, которые хотят купить эти доллары и продайте им. Они, конечно же, купят у вас дороже, чем 70 рублей, но дешевле, наверное, чем 80, потому что по 80, но, может быть, они купят их и в банке. Кому нужны наличные доллары сейчас? Объясняю. Наличные доллары сейчас нужны людям, которые едут за границей. За границу, потому что за границей рубли не работают. Там другие валюты. Вот в чем дело. Поэтому, если у вас есть доллары и вы очень сильно хотите продать, продайте эти доллары тем, кто выезжает за границу. Найдите их среди знакомых. Ну, например, вот я недавно был в Казахстане и у меня были очень серьезные проблемы, потому что я в Казахстан въехал с рублями. И, ну, было очень, как бы, мне не очень хорошо. С рублями, по крайней мере, пока я ехал от границы до ближайшего населенного пункта, я был без денег и без связи. Потом я, значит, как только приехал на место, значит, у меня уже была снята квартира. Первое, что я сделал, я обменял рубли на казахские тенге и купил сим-карту. Это первое, что я сделал. И потом уже стало все, как бы, налаживался жизнь. Вот, но при этом можно, так сказать, ну, в любой стране обменять, не в каждой стране далеко вы сможете обменять рубли по хорошему курсу, а доллары в каждой стране вы сможете поменять по хорошему курсу. Поэтому, поэтому лучше въезжать в другую страну сейчас, в данный момент, именно с долларами, наверное, потому что доллар – самая популярная валюта до сих пор, как бы то ни было. В страны СНГ можно въехать с рублями, и там, в принципе, нормальный курс. Но куда сейчас выезжают люди? Давайте смотреть. Если с целью туризма, то люди летят в Турцию, Египет, это за границу. Ну, и страны СНГ, значит, там Киргизия, Казахстан, Узбекистан. Вот такие страны сейчас популярны. Да, наверное, еще Грузия. Грузия, если у вас получится, я вам очень советую посетить эту страну. Великолепная страна, великолепные люди. Не верьте, что там все ненавидят русских, но как бы это не совсем так. Это совсем не так. Вот, я там был, у меня самое лучшее впечатление о Грузии и о грузинах. То есть вообще вот великолепные. Вот, впрочем, о Казахстане тоже, потому что я в Казахстане встретил только хороших людей. Теперь смотрите. То есть идея такая. Надо найти людей, которые хотят выехать за границу и продать им доллары уже по нормальной цене. Эти люди, если вы относитесь к таким людям, то по какой цене вам лучше всего купить доллары? Поэтому следующий этап. Как купить доллары тем, кто выезжает за границу по хорошей цене? Смотрите. Лайфхак вам. Если вы выезжаете в следующие страны. Вот сейчас вы видите список стран. Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Молдова, Казахстан, Турция, Грузия, Беларусь, Вьетнам, Греция, Израиль и Корея. То вы можете сделать очень хитрую штуку. Взять и пойти в ближайший пункт МТС, связной или где угодно. Есть такая штука. Золотая корона. Переводы между физическими лицами. И вы можете взять туда и сказать, рубли я хочу перевезти в какую-то страну. Вы заполняете там соответствующую форму. Узбеки этим очень хорошо пользуются, всякие и таджики. Заполняете соответствующую форму. Там с вас возьмут, конечно же, комиссию. Но перевод идет по очень хорошему курсу. Кому вы будете переводить эти деньги? Себе. Вы будете переводить эти деньги себе. И я вас уверяю, что... Значит, смотрите, вы там заполняете паспортные данные, у вас будет уникальный код. Вы прилетаете в то же самое Алмату или, значит, куда там Нур-Султан. Да куда угодно. В Казахстане, так сказать, находите ближайший пункт короны. И получаете там этот перевод уже в местной валюте. По хорошему курсу. И этот курс, я вас уверяю, будет, ну вот прямо вот вообще замечательный. И будет, ну, практически ниже, чем вот этот вот курс продажи. Посмотрите. Сейчас я покажу курс CoronaPay. Смотрите. Вот сейчас вы видите сумму перевода из России в Казахстан. Комиссия 99 рублей. Курс 1 казахстанский тенге. Это 0,1676 рублей. Сейчас я вам скажу, значит, смотрите. Для того, чтобы получить 200 тысяч тенге, вы заплатите 33 619 рублей плюс... А, ну это с комиссией. Давайте поделим. 200 тысяч тенге делю на 33 619. 5,949 тенге за рубль. Смотрите, какой курс получается. 68,96 рублей. Возвращаемся к страничке с покупкой. 70 рублей. То есть, обменник у вас купит по 70-72 рубля. А CoronaPay у вас получается 69 рублей за доллар. Ну, соответственно, вы их поменяете потом в казахстанский тенге. Там тоже что-то будет такое. Но, по крайней мере, по тому курсу, по которому покупают обменники в России, доллары. Вы можете купить эти доллары вот через CoronaPay. И вам не надо переплачивать за эти доллары. Если вы хотите купить доллары, еще раз, делайте перевод сами себе за границу. Там получаете. И все. Где получить перевод, пожалуйста, смотрим. В Казахстане. Так, здесь Нурсултан стоит. Где я был? Я был в Уральске. 29 пунктов в Уральске. И я был в Актобе. 34 пункта, где можно получить. Показываю. Актобе. Вот они, эти пункты. Нет, мы жили вот в этом доме. Ну, буквально вот. Вот здесь вот мы открывали счет. Здесь куча обменников. Пожалуйста. В Форте-банке. Следующий пункт. В Харлик-банке. А на Молдогуловой вот еще два пункта. Вот здесь. Евразиан-банк. Короче говоря, полно пунктов, где можно получить денежки и по очень хорошему курсу. Пользуйтесь, пожалуйста. Скажем, если вам нужны доллары для того, чтобы оплатить какие-то услуги. Очень часто такое бывает. Я недавно открывал счет в Райфайзен-банке. И там люди просто, вот, вал какой-то людей, которые переводят свои деньги за рубеж. Если все говорят, что там SWIFT отключен и так далее, и так далее, SWIFT отключен только для определенного количества банков и по определенным количествам операций. Теперь смотрите. Граждане России имеют право учиться, лечиться и страховаться за рубежом. Поэтому, если вы хотите заплатить за какую-то, за страховку, за лечение, за обучение, или по какому-то контракту, который, ну, вполне себе легальный, то вы можете совершенно спокойно пойти куда лучше всего я вам советую идти в Тинькофф банк. Там есть Тинькофф инвестиции. Вы через Тинькофф инвестиции покупаете доллары, переводите его на свой счет в Тинькофф банке в долларах. Вы не можете снять эти доллары в наличку, но вы можете их перевезти туда, за границу, по реквизитам. Это будет SWIFT перевод. Вы заплатите 15 долларов комиссия за перевод этих денег за рубеж. И деньги уйдут. Совершенно спокойно. И почему я не могу заплатить дочери за обучение в Чехии вот таким способом, знаете почему? Потому что я знаю, что деньги уйдут ей совершенно спокойно, и они уходят туда. Но тот банк, который там, в Чехии, он отказывается принимать эти деньги. И они говорят, деньги из России мы не принимаем. Это не потому, что Россия отключена от SWIFT, это потому, что те банки в тех странах, они не принимают эти платежи. То есть надо узнать, принимают или нет. Ну то есть вот, скажем, шпаркассы в Австрии. Либо за страховку люди платят социально-накопительные программы, про которые я так много рассказывал постоянно, что значит там надо копить денежки на пенсию и так далее за рубежом, которые никто никуда... Ну в общем сказать, ну как бы они под защитой, очень надежно. Эти денежки спокойно, совершенно до сих пор доходят за границу, то есть мы их платим либо в кипрское отделение банка, либо в страховой компании, либо в шпаркассы в Австрии доходят. При мне в Райфайзене люди, значит, выясняли, куда, почему там задержали платеж и так далее. Знаете, какой платеж? Недвижимость люди покупают за рубежом. В Болгарии, по-моему, они там покупали. То есть это оплата контракта на покупку недвижимости со строительной фирмой. Это вот такие вот деньги колоссальные. Люди идут и проплачивают, и они уходят эти деньги. Да, там надо при больших суммах, там значит, надо приложить договор, значит, там инвойс, это счет от принимающей стороны, то есть два договора. Ну в Райфайзене почему-то они говорили про 8 страниц договора, но 8 страниц они, так сказать, договора приносили, там, так сказать, менеджер принял их, печать поставил, валютный контроль и так далее. Все это проходит. И причем, смотрите, как интересно, в этом случае в Тинькофф банке вы покупаете доллары на бирже по биржевому курсу, то есть вот по этому курсу, вот по этому биржевому курсу и переводите. Это не курс покупки, здесь 63.38, вот сейчас, к рублю, понимаете? А у вас банк покупает вот по этому курсу, понимаете? Вы понимаете, в чем дело, понимаете, как интересно. То есть вы на этом даже сэкономите, ну то есть если у вас больше тысячи, там, так сказать, там, до 10 тысяч долларов можно на свой счет, но на свой счет у вас не получится перевести, потому что, ну, скорее всего, банк просто тот банк, в котором ваш счет находится, он, скорее всего, не примет это дело. И теперь далее, значит, каким образом можно сделать, вот сейчас есть там ряд, скажем так, ну, не совсем дружных стран, которые не принимают, там, это вот система комплаенс и так далее, они не принимают платежи из России. Каким образом можно выйти? Ну, я решил эту проблему следующим образом. Я съездил в Казахстан, открыл там счет, в казахстанском банке. То же самое можно сделать в банке Киргизии, говорят, в банке Узбекистана, еще, говорят, проще сделать это, в банке Таджикистана. И переводим сначала в этот банк, в казахстанский, и из казахстанского уже, или там, киргизского, узбекского, переводим туда, куда надо. Ну, вот за сегодня я это сделал несколько раз, там, ну, есть ограничения, там, 15 тысяч перевод рублей за раз, вот, и из казахстанского банка в Европу совершенно спокойно отправляются. Уже я отправил, протестировал это дело на Испании и на Чехии. И там, и там деньги пришли моментально. Комиссия при этом, ну, минимальная, и курс тоже. Ну, там, получается, конвертации и так далее, там, получается, немножечко курс уже, ну, похуже, прямо скажем, чем вот предыдущие курсы через, там, золотую корону и так далее. Но золотая корона в Чехии не работает, к сожалению. То есть я перечислил список стран дружественных, грубо говоря, а это вот недружественные страны. В недружественные страны переводы осуществляются вот таким образом. Я очень надеюсь, что это видео многим принесет пользу, что это полезное видео. И если у вас будут вопросы, задавайте, в том числе через телеграм-канал. Если у вас есть проблемы с пополнением счета, ну, где-нибудь там перевести деньги кому-то в Европе, то, пожалуйста, задавайте эти вопросы. Я постараюсь помочь. Да, если еще у вас есть, там, скажем, небольшие суммы, там, типа, заплатить за отель, заплатить за что-то еще, какой-то долг отдать, там, небольшие суммы, то хороший банк для этого – Газпромбанк. Там говорят, вот я сегодня почитал, что там комиссия за перевод 2% фиксирована и нет минимальной комиссии вот тех самых 15 долларов, которые берет Тинькофф банк. В других банках, например, в Сбербанке берут за это дело, ну, по крайней мере, брали 20 долларов, в Райфайсен берет 30 долларов за перевод комиссии, минимальная комиссия за перевод. Тинькофф 15 долларов за перевод, а вот Газпромбанк 2% вне зависимости от суммы, там нет минимальной комиссии. Поэтому, если у вас сумма маленькая – Газпромбанк. Ну, вот все, что я хотел сказать. Я считаю, что я вам дал максимальную пользу. Будут вопросы – задавайте. Если у вас нет еще счета в зарубежном банке, ну, наверное, тоже постараюсь помочь. Вот, а на сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok